Библейский портал экзегет.ру представляет 51 глава книги Иисуса Сына Серахова. Я читаю синодальный перевод для библейского портала Экзегет. Последняя глава, и она другая, чем вся книга. 50 глав наш автор говорил с людьми, в 51 он заговорил с Богом. Зачем это добавлять к книге? А зачем вообще люди молятся публично? Предгласить других присоединиться к этой молитве, дать образец молитвы тем, кто, может быть, не умеет составить свою, кто хочет присоединиться к какой-то уже проверенной. Прославлю тебя, Господи Царю, и восхвалю тебя, Бога Спасителя моего, прославлю имя Твое, ибо Ты был мне покровителем и помощником, и избавил тело мое от погибели и от сети клеветнического языка, от уст сплетающих лож и против восставших на меня, Ты был мне помощником и избавил меня по множеству милости и ради имени Твоего от скрежета зубов, готовых пожрать меня, от руки искавших души моей, от многих скорбей, которые я имел, от удушающего со всех сторон огня и от среды пламени, в котором я не сгорел, из глубины чрева адова, от языка нечистого и слова ложного, от клеветы пред царем, языка неправедного. О чем это? Мы читаем эту книгу, предшествующие 50 глав. 50 глав, было время об этом сказать, много было места и возможностей. Ничего подобного он не сказал. Это же какая-то песня человека, прошедшего через очень тяжелые испытания. Не поделился с нами. То есть его мудрость предшествующая, это не просто, вот, а давайте-ка я поговорю умные вещи, да, вот, ведите себя дети хорошо, не ведите себя плохо. Нет, это опыт, опыт человека, причем местами очень болезненный, тяжелый опыт. Он кровью и потом дался ему. И он только в самом конце об этом говорит. И говорит Богу, как? Благодарю тебя, что ты меня от всего этого избавил. Мне очень важно, что я через это прошел. И уж еще менее важно наказание этих людей, которые меня так огорчили. Важно, что ты меня спас, и я благодарю тебя. Душа моя близка была к смерти, и жизнь моя была близ ада преисподнего. Со всех сторон окружали меня, и не было помогающего. Искала глазами заступления от людей, и не было его. Самое печальное, когда ты один против несправедливости, да? И вспомнил я о твоей, Господи, милости, о делах твоих от века. Я не один. Что ты избавляешь надеющихся на тебя и спасающих от руки врагов. Я вознес от земли моление мое, и молился об избавлении от смерти. Воззвал, как Господу, отцу Господа моего. Как интересно, Господу, отцу Господа моего. То есть Господь мой, это в данном случае Бог, а во втором, видимо, Мессия, которого он ждет. Потом, как будет говорить Иисус, как же Давид говорит, называет Мессию Господом. И сказал Господь Господу моему. Итак, воззвал я Господу, отцу Господа моего, чтобы он не оставил меня в одни скорби, когда не было помощи от людей надменных. Буду хвалить имя Твое непрестанно и воспевать в словословии, ибо молитва моя была услышана. Ты спас меня от погибели и избавил меня от злого времени. За это я буду прославлять и хвалить Тебя и благословлять имя Господа. Всю книгу он рассказывал о величии Бога. Особенно в начале 40-х глав там была очень красивая поэма. А потом он рассказывал о роли Господа в истории Израиля. Но говорит, прежде всего, о своем опыте, потому что свой опыт самый близкий. Вот когда действительно мне лично есть за что благодарить Бога, тогда я благодарю глубоко и искренне. Когда это всего лишь... Ну да, там было что-то, когда-то в книжке читал. Увы, так не получается. Будучи еще юношью, прежде нежели пошел остранствовать, открыто искал я мудрости в молитве моей. Перед храмом я молился о ней и до конца буду искать ее. Это уже не молитва? Зачем Богу рассказывать, как я жил? Тем более это не покаяние, это просто история жизни. Или это читателям? Не знаю. А может быть, и Богу важно услышать, какой я вижу свою жизнь, чего я хотел, как я этого искал, как добивался, доволен ли я тем, что я нашел, успокоился ли я, или я, наоборот, утвердился в этих поисках, молился о мудрости и до конца буду искать ее. То есть, значит, не нашел? Или мудрость — это что-то такое, чего никогда не хватает? Вот как человек пьет и ест, но снова будет испытывать жажду и голод, да? И мудростью он никогда не насытится так, чтобы сказать, ну все, мне до конца жизни хватит той мудрости, которую я уже приобрел. Как бы от цвета зреющего винограда сердце мое радуется о ней. «Цвет зреющего винограда». Да, вот такой образ людей, которые знакомы с виноградорством не понаслышке. Мы не очень себе это представляем. «Нога моя шла прямым путем, исследовал и следил за ней от юности моей. Понемногу наклонял я ухо мое и принимал ее, находил немного наставлений для себя. Мне был успех в ней. Воздам славу дающему мне мудрость». Да, находил мудрость. Но вот продолжаю искать. Я решил соследовать ей, ревновал о добром и не постыжусь. «Душа моя подвязалась ради нее. В делах моих я был точен. Простирал руки мои к высоте и сознавал мое невежество». Очень важно, сознавал мое невежество. Да, не просто захотел мудрости, но понял, что сам еще невежда. Хотя уже, видимо, начал ее приобретать. «Я направил к ней душу мою, и сердце мое предал ей с самого начала. И при чистоте достиг ее, посему не буду оставлен ею». Достиг ее, но продолжаю жаждать. Как в человеческих отношениях, да, когда достиг, но продолжаю жаждать. «И подвиглась внутренность моя, чтобы искать ее. Посему я приобрел доброе приобретение. Награду мне Бог дал язык, и им я буду хвалить его». Как дал язык при рождении? Вообще-то каждому дается язык, ну, как орган речи. А потом каждый в очень раннем возрасте выучивает свой родной язык. Да, что значит награду Бог мне дал язык? Дал способность писать. Литературный дар. Не у всех есть. «Дал язык, и буду им хвалить его. Приблизитесь ко мне, ненаученные. Вы дворитесь в доме учения. Ибо вы нуждаетесь в этом, и души ваши сильно жаждут. Вы, может, сами не сознаете, но души ваши жаждут. Я отверзаю стамы и говорю, приобретайте ее себе без серебра». Да, иногда, конечно, люди берут деньги, я сам за то, что они делятся своими знаниями, умениями и так далее. Но здесь у нас дело бескорыстное. Главное даже дело не в этом, корыстно или бескорыстно. А вот этот очень важный призыв. «Приобретайте вы в этом, нуждайтесь». Может быть, не знаю даже. «Подклоните вы вашу подыга ее. Не мое, вы не у меня учитесь, вы мудростью учитесь. Я только посредник. И пусть душа ваша принимает учения. Его можно найти близко. Не нужно говорить, что это что-то недоступное. Видите своими глазами. «Я немного потрудился и нашел себе великое успокоение». Смотрите, богатство трудно добыть. Построить себе какие-то чудесные дворцы долго, дорого, опасно. Скопить себе стада скота или что-нибудь еще. Везде свои трудности и везде свои риски. А премудрость даже немножко приобретешь, а выгода уже огромна. «Приобретайте учения за большее количество серебра, и вы приобретете много золота». То есть более ценное. «На копейку купите себе рублей». «Да радуется душа вашей о милости его, и да не стыдитесь хвалить его. Делайте свое дело заблаговременно, и он в свое время отдаст вам вашу награду». Делайте свое дело заблаговременно. «Не ждите последнего момента, и он в свое время отдаст вашу награду». Этим призывом заканчивается эта книга. Прекрасный призыв, вот очень точно все сказано, мне кажется. Делайте именно свое дело, не чужое. Не то, которое вы вычитали, что надо, не которое вам навязали, не которое вам хотелось бы. А вот свое. Вы поняли, что это ваше. Трудно понять. Но когда понял, то не перепутаешь. Заблаговременно. То есть вот когда это можно, когда это получается, не откладывая. Вот мы живем в мире дедлайнов и прокрастинации, говоря современным языком. Он отдаст вам вашу награду. Вашу, не чужую. То есть кому-то он, может быть, даст больше, кому-то меньше, чем вам. Главное, даст другое. А ваше — это ваше. Но в свое время. Не ждите, что это будет по списку. Что это будет автоматически сразу, как вы что-то хорошее сделаете. Мы завершили книгу Иисуса сына Сирахова. Не каноническую, но, мне кажется, невероятно интересную. Потому что она описывает мир праведников накануне предшествия Христа. Да, Иисус сын Сирахов явно из праведников, из книжников. Не из тех, которых потом будет обличать Христос как лицемеров, как таких вот фарисеев, которые сами не входят и другим не дают войти. А вот человек, который искренне ищет, который старается, который, конечно, со своими слабостями и ограничениями, как мы видели в конце прошлой главы, он вдруг начинает ругать какие-то окрестные народы, аидомитян, тем более родственников, близких, израильтян и все такое прочее. Но который при этом глубоко предан Богу, и который, может быть, доходит до того предела, за которым уже должен начаться Новый Завет. Он и начинается. И, наверное, лично Иисус сын Сирахов не дожил до проповеди Христа, но вот этот мир книжников дожил, встретил эту проповедь. Но это уже история из Евангелия. Продолжение следует...